После матча с Чертановым у нас Артем Шпеньков. Тём, ну расскажи про свой гол, мне кажется, шикарный получился мяч вместе с Камалом. Ну вот, перед этим голом как раз была пауза. Мы с Камой обговорили, как мы хотим сделать. Ну, так и получилось, я ему отдал пас, он оставил. Тоже вбежал, покатил мне, я пробил точно. Хороший гол. В самой концовке у тебя еще был один момент, просто убойнейший. И что пошло не так? Может быть, слишком много думать начал и не попал? Я не знаю, просто выпрыгивал, кивнул со всей силы, как мог, попал во вратаря. Дальше отскочил и не успел. Но, слава богу, что хорошо все случилось, и мы выиграли. Слушай, ну игры с Чертановым уже традиционные. Это что-то невероятное, что-то с большим количеством эмоций. Расскажи вообще, как готовитесь к ним, да, вот эмоционально? Потому что всегда это очень большой такой накал. Ну, хорошо провели недельный цикл. Мы вышли на игру заряжены, с настроем и хотели победить. Мы вас поздравляем с победой. Желаем удачи. Главный тренер Чертанова у нас после игры с Динамо, Родькин Игоревич. Илья Игоревич, ну сразу же про самый спорный момент игры, это пенальти в концовке. На ваш взгляд, было или не было? Его не было, сто процентов. Я сейчас пересмотрел, игрок сыграл в мяч. Насколько вообще обидно, да, когда все-таки исход в той или иной степени решает судья? А вы сами как думаете? Ну, по вашим эмоциям мы видим, что вы раздосадованы максимально. Конечно, мы играем, у нас 34 игры. Это неуважение, я считаю, ни к пацанам, ни к нашей профессии. Это неуважение ставить такие пенальти. Ну, давайте абстрагируемся немножко от негативного. В целом, по игре, вы довольны своими ребятами? Что-то хорошее можно выделить? Мы сегодня переиграли соперника. Мы создали больше моментов. Я пацанами доволен. Но, к сожалению, у нас в футболе бывает не потому что, а вопреки. И сегодня товарищ судья решил исход матча. Ну, мы в любом случае желаем вам удачи в следующих играх. Спасибо большое. Спасибо. После игры с Динамо у нас игрок Чертанова Лагоша Артем. Тем, сложная игра с Динамо, неоднозначная концовка. Можешь какой-то краткий итог подвести для своей команды? Что полезного из этого матча можно вычленить? Все, мы переиграли соперник. Динамо очень хорошая команда. Мы готовились к ней всю неделю. Были теории по ним. Надо было выигрывать много борьбы. У нас это получалось. Традиционно, да, Динамо и Чертанова – это такое большое противостояние, очень эмоциональное. Очень много борьбы. Это какая-то установка или просто вы на эмоциях, все заряжены, что это большое противостояние московской команды? Ну, установка была выигрывать борьбу. То есть нужно было именно обязательно в борьбе всегда быть первым? Да. А смотри, если абстрагироваться от концовки игры, а в целом Динамо не смогли ничего противопоставить или все-таки вы были действительно лучше подготовлены? Они много чего нам предложили. Но мне кажется, мы лучше играли. Мы желаем удачи в следующих играх. Спасибо большое. Главный тренер Динамо 2009 года Рождея Андрей Дмитриевич Хадыкин у нас после матча с Чертанова. Андрей Дмитриевич, эмоции зашкаливают. Как сейчас свои эмоции можете описать? Во-первых, я всех поздравляю с победой. Очень важная победа. Я очень благодарен ребятам за весь проведенный матч. Это был, скажем так, по-мужски, с характером и, как следствие, заслуженная победа, на мой взгляд. Что касается эмоций, но в таких матчах по-другому никак. Когда борются претенденты на самые высокие места, однозначно будет повышенный эмоциональный фон, однозначно будет зашкаливать эмоции. Я очень рад, что ребята могут держать этот градус давления и, самое главное, играть в футбол. Мы прошли многое, мы уже играли с Чертанова много матчей, когда у нас, скажем так, решался определенный исход событий и даже чемпионата. И я рад, что мы смогли взять реванш за первый круг и продолжаем бороться за первое место. Андрей Дмитриевич, первый тайм, нулевая ничья. Что говорили в разделке? Ну, на самом деле, очень высокая по интенсивности игра. И не просто так сводили ноги, и Чертанов молодцы, и мы молодцы, что мы, скажем так, показали максимальной скорости. Да, может быть, немного голевых моментов, но это, прежде всего, говорит о том, что все дорабатывали, все добегали. И мне перерыв, я особо только сказал, чтобы они продолжили так играть и более хладнокровно распоряжались мячом именно на чужой половине поля. Поэтому гол мы забили, я считаю, что очень высокого уровня. И опять наш рыженький Джокер делает результат. Спасибо за рыженького Джокера, мы с победой еще раз поздравляем.